В первом чтении законопроекта об оскорблении чувств верующих был принят Государственной Думой в том виде, в котором он был предложен инициаторами законопроекта, без всяких поправок, предложенных общественностью, общественной палатой, Советом по правам человека. То есть в таком радикальном и малоадекватном варианте, где очень много вопросов было с разных сторон к формулировкам, начиная с самой формулировки чувства верующих. Потому что чувство верующих настолько эфемерная штука, что оскорбить может кто угодно, кого угодно. Вот там, скажем, вы сейчас скажете, что вас оскорбляет мой взгляд. Нет. Я не смогу доказать, что он вас не оскорбляет, потому что вам виднее, что вас оскорбляет, а что нет. Или меня оскорбляет там одежда вашего оператора. Вот оскорбляет. Мне кажется, что это совершенно не так должен оператор одеваться. И подам в суд. И докажу, что, знаете, мои чувства таковы, что меня вообще все что угодно оскорбляет. Воробей сел на ветку, это меня оскорбляет. Вот поэтому здесь нужно всегда в законодательстве руководствоваться более материальными вещами, нежели чувством. Во втором чтении Дума приняла во внимание вот эти соображения. И тот законопроект, который принят во втором чтении, он значительно ближе к реальности, к действительности. И он в этом смысле гораздо лучше. Хотя формулировка насчет религиозных чувств, она осталась. И там есть такая формула, которая лично мне не нравится, о заведомом желании оскорбить чьи-то религиозные чувства. Вот, скажем, я что-то делаю, там, условно говоря, пляшу в храме или рядом с храмом. И мне предъявляется обвинение в том, что я это делаю с заведомой целью оскорбить религиозные чувства верующих. Это лучше, чем было раньше. Но, тем не менее, здесь плохо то, что... А как ты докажешь, была у меня цель оскорбить религиозные чувства или нет? Вот я разделся и пляшу. Но при этом я буду говорить, вы знаете, я никого оскорбить не хотел. Но я не хотел никого оскорбить. И это, заведомое мое намерение, недоказуемо. Значит, следовательно, если что-то недоказуемо, мы понимаем, что такое суд. Значит, все будет зависеть от позиции суда. Если судья скажет, не могу доказать, значит, не виновен. А если судья скажет, я считаю, что было заведомое намерение, значит, я виновен. А это произвол. Потому что закон это никак не регулирует. Поэтому здесь тоже есть большие сомнения. Но, тем не менее, во втором чтении принятый законопроект, он, несомненно, в сравнении с тем, что принят в первом чтении, гораздо лучше и, я бы сказал, безопаснее для общества.